привет в первом туре я играл с молодым шахматистом из забайкальского края николаем старниковым я с ним сыграл и в быстро и в blitz в быстро и белыми победил ну там в упорной борьбе в каталоне в blitz в овском гамбите черными в этот раз николай решил играет со мной е4 и после c5 вышел в закрытый вариант с целянской защиты здесь чапаринов рекомендует d5 ед конь d4 но я не такой в общем эту линию не успел общем еще как следует изучить помню что так играть надо но пришел к выводу что подумал за доской пришел к выводу что же 6 ход плохим быть не может и возникла известная позиция закрытого варианта с целяночки основная идея черных здесь ладья b8 b5 b4 идти ставить мат я пока пошел конь d7 чтобы на слон е3 ответить конь d4 и вообще не дать ему хода d2 d4 она же 4 сыграл немножко неудачно вообще идея в 4 и в 5 она стандартная но еще со времен матчей спаски геллер известно что черные получают здесь отличную игру то есть что она не опасно ну как не опасно спаски у геллера в основном несмотря на то что получал худшие позиции белыми все-таки матч выиграл убедительно и во многом за счет побед в закрытом варианте с целянки я сыграл е5 ход просто пышет недостатками поле d5 ослаблено ну и в общем после f4 е фланы в 4 конь и 5 если бы он поставил коня на d5 мне кажется позиция была бы у меня достаточно неприятный белый хотя где-то пойти c3 d4 после ферз d2 партия достаточно быстро перешла в ничейный разноцвет то есть я удалил опасного коня и после f5 но уже выглядит очень логично здесь кстати у меня был интересный ход ферзь баш ферзь d7 изначально я так и собирался ходить а почему так не сыграл не понимаю одна из затей напасть просто на на 2 и потом дать и и на вот такой шах ну и плюс ладья выходит на и 8 все фигуры встают очень логично но после серьезных размышлений я сыграл ферзь h4 и партия перешла вот в такой он шпилек значит объективная шпиль ничейный шансы черных связаны со слабостью пешки b2 пока что из с пешечным превосходством на ферзь на королевском фланге здесь мой противник сыграл слон бьет е5 и предлог им после вот этих разменов предложил ничью но черное проиграть вообще не рискуют то есть поэтому естественно я отказался и пытаюсь теперь попасть на c1 ничейный даже если белая вот в этой позиции сыграют c4 а он так и сыграл до c4 b4 даже если белая здесь пойдут просто слоны в 3 вот эта позиция мной оценивалась как ничейная несмотря на то что получить проходную черные смогут и даже прорваться к пешке а2 потом смогут но допустим не король же 2 конечно слон е2 же 4 аж король же 2 король f4 слон d1 g3 слон h5 король е3 даже пешку d3 белым не нужно защищать слон встает на 4 пешка а2 теряется но это ничья потому что слона с а4 не сбить никакими ковришками а как только черный король идет проводить пешку g3 белый слон начинает стоять и протирать дырку диагонали е8 а4 вот то есть но последовало неаккуратное d4 и я понял что отказался от ничьей не зря объективно позиция все еще ничейная это стойка у белых но вот в этот момент мой противник сыграл вдруг слон d1 ну понятно что слона надо держать на d3 и к сожалению черный король не может проскакать к пешке а2 а если он туда проскакивает с помощью сдачи пешки d4 то оценка позиции как ничейной не оценка позиции как ничейной не меняется вот в общем потому что белая слоном станут на а4 то есть примерно то что я вам показывал но в циклете с было сыграно слон d1 и после d3 у черных уже выиграна несколько неторопливых ходов слоном с целью за защитить пешку d2 и только потом прорываться g5 план черных связан с прорывом g4 hg h4 здесь аккуратный ход король g6 хотя в общем идея в том что после этого прорыва задача черных поставить слона на g5 вот как было в парке слоны в 6 слон g5 и вот мы видим идеальную позицию до белая могут прорваться и тоже получить штаны то есть вот пешки h4 d2 это штаны и белые вроде бы тоже могут получить такие же штаны но черный слон по принципу одной диагонали держит обе белые пешки а это значит что черный король уверенно идет на c1 и черные выигрывают в случае если белый король начинает свою активизацию вперед бежит пешка h1 партия так и завершилась то есть h3 и слоны в 4 черный король отправился вперед слон наши 5 встанет только в случае если белые сдадут пешку ходом c5 либо если уходом g5 но значит король уверенно идет на c1 и пешка проходит белые остались то есть в первом туре удалось одержать ну такую во многом с помощью противника но такую достаточно малозатратную победу то есть сделал все противник всем спасибо за внимание камера у меня периодически к сожалению зависает ну извините перезаписывать не буду спасибо за внимание подписывайтесь что лайков дизлайков комментариев до новых встреч